Здравствуйте. Когда мы читаем Библию, даже вроде бы мы все люди, но мы все отличаемся. Даже очень схожие люди, они будут отличаться. Мы будем меняться, колебаться. Но знаете, что удивительно? Бог возлюбил людей. И он хочет, чтобы у нас было одно сердце с Богом. И нет ничего сложного, чтобы быть с ним единым сердцем. Однако если сердце человека гордое, знаете, мужчины, у которых же он имеет высокое сердце, они мучаются. И наоборот, если женщина выходит за мужчину, у которого высокое сердце, тогда она мучается всю жизнь. Знаете, между людьми и также между людьми и Богом имеются одинаковые отношения. Всемогущий Бог. Поэтому, если я становлюсь бессильным, и когда я обращаюсь к всемогущему Богу, мы можем иметь одно сердце с Ним и стать счастливыми. Я видел, как многие супруги живут вместе, ругаются, расстаются. Но если однажды женщина подумает, что она лучше, чем муж, тогда в ней начинает расти ее правота. Если мужчина начинает думать, что он прав, тогда он начинает пренебрегать женою. Если муж и жена живут одним сердцем, они будут счастливы. Однажды один мужчина пришел ко мне и рассказал, «Пастор, знаете, почему я развелся с женой? Я говорю, может быть, у вас была разная душа?» А он говорит, «Нет, пастор». Знаете, я был слишком умный. Поэтому я считал, что я смогу прожить и без этой женщины. Но была еще одна серьезная проблема. Моя супруга была в пять раз умнее, чем я. Мы были обречены на развод. Но сейчас мы живем так счастливо. Но, знаете, мое сердце было гордым. Я был высокомерным. Подобным образом происходит и в церкви. Среди служителей. Знаете, кто создает больше всех проблем? Когда заканчиваем миссийскую школу, благовестным Евангелие, открываем церковь, люди получают спасение. Когда появляется движение, тогда он сравнивает себя с братьями, с которыми он учился в миссийской школе. И его сердце начинает становиться гордым. И когда формируется высокомерное сердце, ни разу пока не было служителей, который в открытую показал, что у него гордое сердце. Но если подумаем о тех, у которых было высокое сердце, слова брата показали очень многое. Он говорит, знаете, почему мы развелись с женой? Пастор, я был слишком умным. Я был уверен, что я справлюсь без жены. А она была умнее меня в пять раз. И мы были обречены на развод, придя в церковь. Это касается людей, которые ведут духовную жизнь. Когда у них все получается, когда у них есть благодарность. Они думают, я благодарен, Бог все позволил сделать. Сначала люди думают так. Но постепенно у людей становится высокомерное сердце. И служитель самый испорченный, у которого высокое сердце. А они получили спасение, но падают в грех. Потому что никакое слово не попадает в их сердце. Они считают лучше всех. И они думают, что у них все получится, даже если оставят церковь. Если мы будем считать, что мы лучше других, даже человек, который имеет талант, его ценность станет ничтожной. Есть то, за что я очень благодарен Богу, когда я получил спасение в 62-м году. Я был хуже всех людей. Я был очень немощным. Со всей стороны, я был немощным. У меня не было ничего хорошего. Никто мне не передавал Евангелие. Каждый день я плакал и просил, чтобы Бог просил мои грехи. Однажды я также просил, чтобы Бог просил мои грехи. И когда я открыл глаза, то у меня появилось очень удивительное сердце. Я подумал, по-моему, мои грехи омыты. То есть, не омыты мои грехи. А я думал, по-моему, мои грехи омыты. Я открыл Библию и начал читать Библию. И мое сердце начало меняться. Действительно, Библия говорила, что мои грехи омыты. И было вправду, что я праведник и свят. Я рассказал об этом моей сестре. Я сказал, сестре, я получил прощение грехов. Но она удивилась. И сказала, Уксу, что с тобой случилось? Зерно, когда срезревает, отпускает свою голову. Уксу, о чем бы ты ни подумал, ты не прав. Ведь даже пастор называет себя грешником. И пресс-фиктор называет себя грешником. Хочешь сказать, что у тебя нет греха? Это неправильные мысли. Я ничего не мог сказать на этой сестре. Прошло немного времени. И моя сестра приехала там, где шла в миссийской школе, и она получила спасение. И она начала меняться. Когда мы читаем Библию, 4 царств 4 главе рассказывается о жене сына пророческого. У нее умер муж. Она взяла деньги, может быть, для того, чтобы открыть бизнес. Но сейчас она находится в ситуации, что когда ее дети хотят продать в рабство, она жена сына пророческого. Может быть, Бог может помочь. Почему Бог не сделал, чтобы мой муж не умер? Почему он допустил, чтобы у меня были долги? Неужели Бог не мог действовать? Знаете, я читал и пересчитывал Библию много раз. Я подумал, что это Бог допустил эту ситуацию в ее жизни. Если бы у нее все получилось, у нее было бы высокомерное сердце. Знаете, она никогда не ломала свое сердце, но однажды ее муж умер. Она хотела хорошо воспитать своих сыновей, но у нее росли толка долги. И взаимодавец пришел для того, чтобы продать ее детей и получить деньги. Я думаю, что она пыталась разным способом достать деньги, однако у нее ничего не получалось, и она впала в отчаяние. До этого случая она не обращалась к пророку за помощью. Но поскольку у нее нет другого пути, она все попробовала, и сейчас ее детей хотят забрать в рабство. А если она потеряет детей, тогда какой смысл жить? Она точно упадет в отчаяние. Бог должен отпустить ее сердце, чтобы у нее стало скромное сердце. Однажды она пришла к человеку Божьему Елисею. Елисейша очень радостно приветствовала ее. Она рассказала о своем положении. Муж умер. Я жила в таких условиях. У меня появились долги. Взаимодавец хочет забрать деньги, а у меня нет денег. И теперь он хочет продать моих обоих детей. Но человек Божий Елисей говорит ей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме. Она сказала, «Нет, у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда силия». Елисей сказал, «Пойди попросить себе сосудов на стороне у всех соседей твоих. Набери немало и пойди за предверь и наливай масло». Эта женщина подумала, «У меня есть немножко елея. И если я буду наливать на другие сосуды, то наоборот, только уменьшится елей. Разве это есть смысл? Да, к ней могут прийти подобные мысли. Вы думаете, к ней не приходили идти мысли? Но эта женщина, она уже изменилась, поскольку у нее нет другого пути. До сих пор я использовал все мои способы, но у меня не получилось. «Если не человек Божий, если он мне не поможет, я потеряю своих сыновей. Тогда всю жизнь я проживу без детей. Тогда я буду несчастна». Поскольку к ней пришло отчаяние, неважно, ей кажется, хорошая это ли плохо, единственный способ, чтобы сохранить моих детей, это последовать словам пророка. Она делает не потому, что ей все понятно. Даже, может быть, не все понятно. Раньше бы она сказала, «О чем вы говорите? Разве это возможно вообще?» Раньше она могла бы и так сказать, «Но Бог...» сделал, что хотя ей кажется, что это невозможно, но теперь она слушает. Бог смирил ее сердце. Когда у нее стало скромное сердце, что происходит? Хотя кажется, это невозможно. Как это можно наливать сосуд с елем и все получится? Но у меня нет другого выхода. Единственный путь, который у меня остался, это слова, исходящие из уст пророка. Я пастор. Люди все отличаются. Кто-то говорит, «Вот в Ветхом Завете были пророки, а сейчас нет пророков, мы должны индивидуально общаться с Богом». И люди, которые уходят из церкви, в первую очередь, говорят эти слова. Однако, я ни разу не видел, чтобы человек, уйдя из церкви, вел бы нормальную духовную жизнь. Ведь в Библии есть люди Божии. Почему Иисус сказал Петру, пасти овец? Он не сказал, агунстат напрямую общаться с ним. Да, порой Бог действует напрямую. Но также нам нужен руководитель, поэтому Бог поставил слугу. Но поскольку люди думают, что они знают Божий, чем человек Божий, уходят из церкви, они с насмешкой относятся к служителю. Им неудобно все в церкви. В чем же проблема? Они говорят, «Вот церковь такая, почему пастор такой?» Они говорят подобные слова. Но если мы посмотрим на них, сразу видно, что у них на душе. Да, слава Богу, если этого человека видят Дух Божий. Но хотя они знают, что такое Дух Святой, что такое воля Господа Бога, но из-за того, что у них высокомерное сердце, хотя ведут неправильную духовную жизнь, но они думают, что ошибся служитель и постепенно погружаются во зло. О чем мы можем здесь сказать? Да, теоретические слова пророка непонятной жене и сына, пророческого. Есть всего лишь сосуд с Илием. А если наливать на другие сосуды? Конечно, не станет Илия. И потом, сможешь ты собрать обратно? Нет, не сможешь. И тогда Илия станет меньше. И кажется, что это чушь. Что это невозможно. Так звучат слова Божии. Как мы можем понять всю глубину слова Божьего? Порой нам непонятно. Но. Не потому, что нам все понятно. Да, порой нам непонятно. Но не может быть такого, чтобы слово Бога неправо. и тот, у которого имеет такое сердце, он сможет хорошо вести духовную жизнь. Но это сердце бывает не у всех. Даже если пастор хорошо передает слово, это не значит, у него такое сердце. Бог должен дать ему такое сердце. Бог должен сделать смененными сердце и увидеть, что я ничтожный. что если не Бог, тогда я ничего не смогу получить. И Господь Бог формирует нас таковыми. Жена сына пророческого не вела духовную жизнь. Если бы ее муж не умер, если бы она не потерпела крах в бизнесе, если бы ее детей не хотели бы забрать в рабство, может быть, она даже не беспокоилась. Но теперь у нее нет пути. Тут стоит вопрос, ты теряешь детей или же послушаешься слова человека Божьего? Ей раньше казалось бы, что это невозможно. Ведь немного осталось масла, как можно разливать над другие сосуды? Точно раньше бы она подумала бы об этом. Евангелие Диана 3-й главе рассказывается о Никодиме. Он говорит, «Мы знаем, что ты учитель пришедший от Бога. Ибо таких чудес, как и ты творишь, никто не может творить, если не от Бога». Никодим знал, что Иисус от Бога. Но поскольку он считал себя слишком умным, он не может понять слова Иисуса, которые говорят, что нужно родиться свыше, потому что ему непонятно. Иисус поясняет. Рожденное плотью есть плоть, рожденное духом есть дух. Если ты родился плотью, ты должен родиться от духа. Ты должен родиться от духа. Но он не может понять слова Иисуса. Иисус поясняет. Сын человеческий должен быть вознесен, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус поясняет и поясняет. Но Никодим до конца не принимает слова Иисуса. Об этом говорит в 3 главе Евангелия Иоанна. В 4 главе же рассказывается о самаритянке. И что же сказал Иисус ей? Иисус сказал, «Восякий, пьющий воду, с ней возжаждет опять. А пьющий воду, которую я дам ему, не возжаждет во век. Но вода, которая я дам ему, сделается источником воды в нем». «Где может быть такая вода, что если раз выпьешь, не будешь жаждет во век? Где такая вода? Быть такого не может. Где может быть такая вода? Раз выпил и не будешь жаждет, не может быть. Она ведь должна была подумать так. Но что же сказала эта женщина? «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Хотя мы встречаем одинаковые проблемы. Но в зависимости от веры мы по-разному думаем. Моя супруга за день до рождения моего сына в тот день к нам пришел гость из далекого города, чтобы послушать Евангелие. И где-то до 10 часов вечера я передавал Евангелие. Моя супруга села в углу комнаты и, сидя, слушала слово. Где-то 10 вечера этот человек получил спасение. Я был очень рад, и он тоже был рад. Я проводил гостя и зашел в комнату. Но моя супруга начала злиться. Она говорит, «Зачем ты говоришь так много лишнего?» Я подумал, «Так ты передавай слово». Она говорит, «Почему ты говоришь столько лишнего, а не Евангелие?» Так говорят те, которые не передавали слово. Надо же разъяснять слово. «И я перехожу на следующий этап, когда вижу, что этот человек готов. А если не готов, как я могу перейти на следующий этап?» Поэтому я говорю разные примеры, чтобы этот человек был готов принять слово. «Но моя супруга, конечно, этого не знает». Но что она говорит? У нее начались схватки. Я был так благодарен моей супруге. Ей казалось, что если она скажет, что начались схватки, тогда я не смогу передать Евангелие. Поэтому она терпела, но видит, что я говорю лишнее, поэтому она начала злиться. Я был так благодарен ей. Да если бы она сказала, что ей больно, тогда мы бы пошли в больницу. Я сказал, «Дорогая, прости, в следующий раз я скажу Евангелие и закончу слово». Но не было денег, я не знал, как быть в такой ситуации. Знаете, в зависимости от положения наше сердце часто меняется. «Знаете, в тот день время идет, а боли начинаются все сильнее и сильнее. И смотреть только на Бога для меня было очень сложно в тот момент. Бог ведь точно жив. Но я не вижу Бога. Ой, сестра Кейм, здравствуйте. Моя супруга говорит, что ей больно, что мне делать? Хочется так сказать. И я точно уверен, что тогда сестра приедет и поможет нам. Хотя это очевидно. Но я не хотел использовать человеческий способ. Это мне тяжело. Хотел уповать только на Бога. Не хотел смотреть на человека. Знаете, то же самое было, когда я ехал в Тэгуй из города Ко Ча. Да, если я скажу, точно дадут мне деньги на дорогу. И мне хочется войти к ним в гости. Но когда я посмотрел на себя, который так сомневается, я был таким смешным. Я не работал. Я проповедник Евангелия, который должен всю жизнь жить, не уповая на человека. Но ожидать, что может быть, кто-то даст деньги, и мне так не хотелось. Ладно, раз я это буду только один раз. Но ведь в будущем будет много таких случаев. Как тогда мне нужно быть? Я решил смотреть на Бога. Это было удивительно. Когда мы жили в Кимчоне, Бог через миссионера Андерсона дал нам деньги. И мы арендовали традиционный дом. И в то время заплатили 200 долларов. Но хозяин дома, у него было много долгов. он сдал дом в банк и убежал. Мы жили по соседству. Утром, когда я проснулся, я узнал, что хозяин сдав наш дом, убежал. И наш задаток, 200 долларов, мы не могли получить. И однажды пришел директор банка. Он говорит, «Вы знаете про это здание?» Я сказал, «Нет, я плохо знаю». Он говорит, «Это здание принадлежит банку. Вы должны освободить его». Я сказал, «Хорошо». И все. Однажды я с вещами хотел поехать в город Тегу. И директор банка приехал к нам. Я говорю, «Здравствуйте». Я сказал, «Мне нечего вам сказать, мне нужно ехать сейчас в Тегу». Он говорит, «Все хорошо, езжайте». Я поехал, а он пошел со мною. Я купил билет в автобус. Он тоже купил билет. И он сел рядом со мной и поехал в автобусе. И он рассказывал, как ему тяжело сейчас. Но, знаете, до этого я не говорил, что я верю в Иисуса. Для того, чтобы, если вдруг будет тяжело, буду, знаете, ругаться с ним. Но, знаете, я разговаривал с ним. И пока я его слушал, мне казалось, Бог говорит, «Ты можешь решить эту проблему?» «Конечно, я не могу». «А кто должен решить?» «А ты сказал, что ты веришь в Иисуса?» «Нет, Господи». И тогда я сказал. «Директор, тут такая ситуация, что я не то, что не хочу вам дать деньги. Мне просто сейчас некуда пойти. А также я обо всем рассказал моему хозяину. Но хозяин пока не дает мне никаких вестей. И он спрашивает, «У вас есть хозяин?» Я сказал, «Да». «А где же он?» «Это Иисус Христос», я сказал ему. Тогда он говорит, «Хорошо, я выйду из автобуса». И он, знаете, сошел с автобуса. Он сказал, «Вы сильнее молитесь, чтобы он ответил вам на молитву». И он уехал. «Однажды я молился, я думал, скоро будет лето, и у нас будет много мероприятий. Ты, пожалуйста, реши вопрос дома». И однажды Бог так дал такое сердце, «А ты узнай здание!» И тогда я поехал, чтобы искать здание. И рядом с нами сдавался двухэтажный дом, очень хороший. И сколько стоит? 200 долларов. Я просто ушел. и прошло где-то три месяца. В тот же день я тоже молился за здание. И мне казалось, Бог спрашивает, «Как тебе тот дом, который ты видел недавно?» Я подумал, «Ну, замечательно!» Но, скорее всего, его уже сдали. Знаете, это здание подходило для того, чтобы открывать разные школы. Но я смотрю, и там написано, что сдается. Я зашел в дом, а там гуляли дети. Я спросил, «Где ваши родители?» Они говорят, «Они уехали». Я поехал туда вечером. Я встретился с хозяином. И я сказал, «Знаете, у меня появилась вера, что Бог дает это здание мне». Я сказал ему, «Я человек Божий. Я пришел сюда, чтобы передавать Евангелие. Но житель этого города причинил мне большой вред. Я положил 200 долларов в качестве депозита, но он убежал с деньгами. Я не могу вернуть эти деньги. И сейчас нам нужно освободить дом для банка». Я молился. И Бог дал веру, что этот дом он даст мне. Но у нас нет денег. Я буду благодарен, если вы дадите это нам. Если подумать, я сумасшедший. Но у меня была вера, что Бог даст этот дом. Знаете, хозяин закрыл глаза, и он о чем-то размышлял. Через пять минут он открыл уста и говорит, «Я пресвиктор церкви, которая находится на улице Чидя. Бог дал нам хорошее здание у главной дороги. Если человек Божий хочет использовать, как я могу мешать ему? Используйте!» Я был очень благодарен. И в тот момент его дочка играла на фортепиано, и мне казалось, что я нахожусь в раю. Несколько месяцев тому назад я встретился с нею. Ей уже 70 лет. Она уже пожилая. Она хорошо общается с сестрой из Янчонской церкви. И мы с ней вместе даже обедали. И вот вы видите фотографию ее. Когда Господь Бог ведет меня, знаете, мои мысли и мысли Господа Бога полностью отличаются. Но когда я повинуюсь слову Господа Бога, все получится. Однако очень часто мои мысли препятствуют, чтобы я не мог следовать за словом Бога. Бог не просто помог жене сына пророческого. То, что сейчас говорит пророк Божий, кажется, что это просто чушь. Говорит, скажи, что у тебя есть. Да, кроме сосудов селем нет у меня ничего. И говорит, пороси сосуды у соседей. Немало. И потом закрой дверь и наливай масло. Наливай елей. Всего лишь есть один сосуд. Какой смысл наливать в разные сосуды? Кажется, что ничего не получится. Дорогие слушатели. Знаете, что удивительно? Когда мы слушаем слово Господа Бога, очень многие вещи кажутся, что невозможны. Как такое возможно? Да, в наших глазах это невозможно. Я хочу вам рассказать про самаритянку. Написано, всякий пьющий воду сел вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек. Что это за вода, от которой ты не будешь жаждать вовек? Не может такого быть. Все мы будем думать именно так. Однако, когда мы перед Богом, мы оставляем нашу правоту. Чтобы у нас было одно сердце с Богом. Когда я оставляю свою правоту, и когда я верой принимаю слово Бога, тогда у нас формируется одно сердце с Богом, и Бог начинает действовать. Может быть, мы можем принять веру, что мы получили прощение грехов, хотя мы получили кровью прощения грехов. Но также все проблемы, когда мы слышим слово Бога, кажется, что они не решатся. Порой кажется, что Бог говорит то, о чем мы даже представить всеми не можем, и все это кажется невозможным. Но что важно в этот момент? Веришь ли человеку Божьему? Веришь ли ты Слову Божьему? Или же ты веришь своим мыслям? И этим все определяется. Если мы оставим наши мысли, если мы примем слово Господа Бога, тогда у вас будет одно сердце с Богом. А если у вас будет одно сердце с Богом, неважно, какая проблема будет перед вами, все решится через благодать Бога. Азиан согласился дать свой дом. Я был очень благодарен. Когда я хотел выйти из этого дома, то он сказал мне, «А тогда вы хотите прийти без ничего? Может, тогда нам будет неудобно? он спросил, сколько вы можете принести денег? Я сам не заметил, как сказал, 80 долларов. Тогда это были огромные деньги для нас. У нас даже не было одного доллара. хозяин сказал, 80 долларов хватит. Отлично. Отлично. Я пошел к начальнику банка и сказал, что вот, мы субботу переедем. он говорит, «Знаете, вы молодой человек, и мне так неудобно. Я хочу быть депутатом». Он посчитал деньги и дал мне 10 долларов. Я был очень благодарен. Потом я пришел домой, и уже одна женщина пришла ко мне. «Эта женщина заключала с нами договор, но ее в доме были проблемы, поэтому мы не смогли завершить договор и просто отменили. И мы не смогли получить обратно залог. Ее просто не было дома. Однажды где-то 9 вечера я встретился с нею, а она мне говорит, «Может, вы заберете шкаф? Может, вы заберете вот это? Я понял, ага. Я в душе сдался». Почему? Я подумал, если я возьму у нее деньги, тогда я не смогу дожить до смерти. Я решил забыть эти деньги. но в тот день она принесла 40 долларов. В то время самая большая купюра была 500 вон. И она завернула их в салфетку и принесла нам. И говорит, «Вот, появились деньги. Если я их понесу домой, не знаю, кто их заберет у нас. Я дам, должна вернуть деньги. возьмите, пожалуйста. Это все, что у меня есть». И представляете, уже собралось 50 долларов. Я был очень благодарен. Но потом у меня затенил телефон. У меня был друг. Он говорит, «Я слышал, что здесь трудности. Как ты?» И говорит, «Я сейчас занимаюсь бизнесом, у меня не хватает денег, но я могу дать 20 долларов. Используй их. Потом, когда будет возможность, вернешь». Я был очень благодарен. И у меня появилось еще 20 долларов. Уже получается 70 долларов. Тогда 10 братьев жили в церкви. Мы собрали все, что было в карманах. Даже монеты. и собрали 8 долларов. И не помню как, но собрали 80 долларов. Я был благодарен, что Бог действует у нас. Однажды этот пресс-фиктор был в нашей церкви. И знаете, он уже не мог свободно передвигаться. Я был очень благодарен ему. и прошло немного времени, и он покинул этот мир. И помню, тогда я был на похоронах в городе Куми. Там собралось много пасторов. Я немного сказал. Я молился и немножко дал денег, и я уехал. Но я был благодарен ему. Он был мне как родной брат. Он всем сердцем заботился о нас. Его дочка говорит. Однажды отец сказал нам во время завтрака, знаете, в других церквях молитвенный дом называют храмом Божиим. И он сказал, мы решили, что второй этаж станет храмом. И вот его дочка рассказывала нам об этом. Между нами Богом есть много различий. Знаете, есть разные мысли. Но перед проблемой порой нам кажется, что это невозможно. Но тот, который может верить в слово Бога, этот человек благословен. Это касается и слов человека Божьего. О, почему пастор так поступает? Такого же быть не может. Нет, такое тоже может быть. Знаете, что важно? Если вы хотите, чтобы у вас было одно сердце с Богом, поскольку наша сущность отличается от Бога, не Бог должен поменять свое сердце, поскольку Его слово это истина. Мы должны сломать свое сердце и соединиться к сердцу Божьему. И с того момента Бог начнет действовать. потому что у нас будет одно сердце. И с какой бы проблемой мы не встретились, через Бога будут решаться все проблемы. Из-за пандемии коронавируса сейчас люди в мире очень сильно страдают. Многие люди умерли. Я видел новостях, как люди, подняв руки к небу, молились перед Богом. Спрашивали, почему ты допустил такие трудности? в молитвенном доме, где могут поместиться тысячи человек, собираются 99 человек. Слава Богу, есть и кто-то туда придет. Я видел, как многие молитвенные дома пустеют. Бог же через эту ситуацию отпускает наши сердца и ведет нас вперед. Бог хочет иметь с нами одно сердце. Но чем мы больше делаем лучше и хорошо, тогда наше сердце становится гордым и мы отдаляемся от Бога. И чем у нас будет скромнее сердце, мы будем ближе к Богу. Бог хотел действовать у жены сына пророческого. Но просто так Бог не мог у нее действовать. И когда она казалась ситуация, что ее детей хотят забрать в рабство, ее сердце полностью разрушилось. Приближается день, когда хотят забрать ее детей и нет способа. До этого она не могла подумать, чтобы молиться Богу, но видя, как ее муж следовал человеком Божьим. Она также пристала перед человеком Божьим. Елисей сказал, что мне сделать тебе? Скажи, что у тебя есть в доме? Нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с Елием. Человек Божий открыл уста. Пойди иностранную и попроси у соседей сосуды и проси немало, то есть попроси много, затем запри дверь за собой и за снобьями твоими и наливай в эти сосуды. Есть всего лишь один сосуд с Елием. Зачем идти набирать пустые сосуды? Нет смысла. Но Господь Бог сильно смирил ее сердце. Она хотела заработать денег, но у нее не получилось. Ее долги только росли. Не только росли долги, но взаимодавец хочет забрать ее детей. Она потеряла мужа, остались только дети. А дети идут не учиться, а в рабство. да, если они будут проданы, они их никогда в жизни больше не встретятся. Почему же Бог допускает такие трудности? Чтобы смирить ее сердце. Сердце, которое может следовать, даже если она не согласна. Бог нуждался в сердце, которое может следовать за словом Бога. Знаете, моя жизнь сейчас я так благодарен перед Богом. Недавно моя супруга сказала, что немножко болеет. я подумал, а вдруг она умрет, что тогда будет со мною? Я говорю, прошу тебя, живи долго, давай будем жить долго. Действительно это так. Как эта женщина может прожить без детей? Да, она не сможет решить эту печаль никак. До того, как она встретилась с человеком Божьим, Бог сделал, чтобы она казалась в долгах, хотя просили деньги, но у нее не было денег, ей становилось все тяжелее и тяжелее. Детей хотят продать в рабство, она осуждала мужа, лучше бы мне нужно было умереть, он взял и умер, и все оставил мне. Она ругалась, я же не хотела, чтобы он так жил и так умер. Она как бы ни думала, у нее не было пути, кроме Господа Бога. Тогда что нужно сделать? Нужно быть единым сердцем с Богом. Когда будет единым сердцем с Богом, как будет хорошо, если мое сердце будет скромным? Если я умный, если я что-то могу делать, я не смогу решить эти проблемы. Знаете, Бог у этой женщины, чтобы действовать, отпускал ее сердце, чтобы она могла принять слово Бога. Казалось бы, быть такого не может. Зачем много сосудов, ведь только один сосуд с Илеем. Но жена сына пророческого, раньше она считала себя такой умный, такой умеющий. Она так хорошо говорила, она могла всех победить на словах, но теперь перед Богом она поднимает руки и идет к человеку Божьему. Раньше я бы сказала, быть такого не может. Но кроме этого, у другого пути и когда она поверила, что Бог поможет, она пошла с новьями и попросила сосуды. Осторожно, чтобы сосуды не разбились. Хорошо, мама. И они собрали много сосудов. Она закрыла дверь. Она размышляет о Слове Божьем и наливает масло в сосуд. Мама, посмотри. Мамочка, посмотри, еле течет и течет и эти сосуды уже наполнены. Да, сынок? По-моему, твой отец сейчас молится перед Богом. Твой отец знал об этом. И Бог открывает путь перед нами. Мамочка, елей стало так много. Принеси еще один сосуд. Эта женщина наливает елей. Боже, я считала умной и пренебрегала тобою. Я была слишком хорошей и поэтому всегда ругалась с мужем, говорила свою правоту и я была такой женщиной. Но сейчас я вижу насколько я была глупой. Насколько я была глупым человеком. Я наливаю елей и елей течет, Господи. Я до сих пор противилась Тебе, Господи. Я женщина без веры. Но ты помогаешь мне, Господи. Это драгоценные слова. И сейчас Господь Бог ведет нас. Даже если вы умны, даже если вы могущие, даже если вы знающие, очень сложно оставить свое знание, очень сложно оставить свои мысли, очень сложно оставить свое сердце. Но если мы признаем, что я бессильный человек перед Богом, то перед Богом, перед Слугой Божьим, перед Церковью, мы можем оставить нашу правоту. Да, поломать свое сердце, когда я знаю, что я не прав, очень просто. Но когда я прав, оставь свою правоту, Бог говорит, чтобы мы оставили нашу правоту, для того, чтобы мы построились под Слово Бога. И если мы будем так служить Господу, даже в тех вопросах, где мы считаем себя самым правым, мы должны повиноваться Богу. Тогда Бог сможет совершать удивительные дела в вашей жизни. Бог знал, что эта женщина просто так не примет Слово Бога. Поэтому Бог должен был действовать, чтобы ее сердце смирилось и повиновалось Богу. Для этого забрал мужа, сделал, чтобы появились долги, сделал, чтобы ее детей хотели забрать в рабство. Все это сначала сказалось проблемой, но они были полезны для того, чтобы ее сердце стало смиренным перед Богом. И сегодня Господь Бог подобным действовать у вас. Неважно, что говорят ваши мысли, принимайте Слово Человека Божьего. Бог делает, чтобы вы были с Ним едины. Потому что только тогда Бог сможет проявить свою силу в вас. Сегодня многие люди себя ставят высоко. И когда они могут быть едины с Богом, очень часто они осуждают Церковь Человека Божьего и становятся глупыми людьми, которые следуют за своими мыслями. Наш Бог действовал у этой женщины через проблемы и смирял ее сердце, чтобы у нее было сердце единое с сердцем Бога. Может среди вас есть те, у которых сердце отличается от сердца Бога. Может быть ваше сердце отличается от сердца Церкви. Многие люди, у которых мысли отличаются от мыслей Божьих. Хотя наше сердце отличается, но когда мы считаем, что мы правы, нам очень трудно принять слово Бога. Поэтому Бог не может действовать через нас. И чтобы использовать нас, порой нам нужно пережить такие трудности, как эта женщина, тогда наше сердце станет смиренным. Поэтому Бог порой допускает испытания и трудности, любимые слушатели. Мы должны стать ничкченными людьми перед Богом. Мы следуем за Словом не потому, что мы согласны со Словом. Если наше отличается от Слова Бога, значит оно неправильно. Когда мы будем едины со Словом Бога, с того момента Бог начнет действовать в вас. Не потому, что вы добрые, не потому, что вы знаете много слова, не потому, что вы много пожертвовали, не потому, что мы умные. Когда мы оставляем наши мысли, и человек, который принимает Слово Бога, это есть человек, который верит в Бога. Бог делает всех нас такими, делает нас людьми своими. Если бы у жены сино-пороческого не было таких трудностей, она бы не повиновалась бы Слову Человека Божьего. Она бы последовала своим мыслям и сказала, «Как такое может быть?» Но Бог допустил трудности ее жизни, чтобы она приняла Слово Бога. Что же Бог делает у вас, слушатели? Допускает трудности и делает через разные обстоятельства, чтобы ваша гордость разрушилась и чтобы вы могли довериться Слову Бога. Как жена сына пророческого? Давайте оставим наше сердце и будем следовать за Словом Бога. Если мы будем жить вместе с Ним, мы станем драгоценными людьми Бога, станем Его дружениками. Спасибо за внимание. Спасибо.